Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и программа «Правительственная связь». И сегодня у нас в студию полномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Владимир Иванов. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Здравствуйте, приветствую вас. Владимир Николаевич, вот буквально недавно вы выступили с первым в своей практике, так сказать, с первым в своей производственной деятельности итоговым докладом. Такой достаточно серьезный документ, очень всесторонне освещается вся жизнь нашего предпринимательства. И вот основные какие-то, может быть, вещи мне бы хотелось сегодня, чтобы вы озвучили. 2013 год был сложным для экономики в целом, а для реального сектора экономики, как мы обычно называем малый и средний бизнес, вдвойне, если не втройне. И особенно это вот проявилось, когда стало заметно сокращаться количество субъектов предпринимательства. Вот сохранилась ли сейчас эта тенденция и каковы ваши прогнозы на этот 2014 год? — Численность предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, я бы хотел подчеркнуть, стабилизировалась в конце 2013 года, и численность сейчас и не растет, не падает. Что касается юридических лиц, обществ с ограниченной ответственностью, именно субъектов малого и среднего предпринимательства, их стало больше за 2013 год почти на 9%. Если взять по модулю, так скажем, математический термин, то количество все-таки немного снизилось, но тем не менее этот процесс снижения остановился. И мы прогнозируем небольшой рост тех людей, которые решат заниматься предпринимательской деятельностью, или те, кто начнут возвращаться, сдавшие в прошлом году свидетельства. — Что заставит их поменять свое решение? — Основная проблема, почему предприниматели в прошлом году сдавали свидетельства, это рост страховых взносов. До конца 2013 года сумма эта не изменилась. С этого года сумма стала другой, она уменьшилась на почти 15 тысяч рублей на человека. И те люди, которые занимались частной практикой и которые были вынуждены сдать свои свидетельства, я думаю, что будут получать свидетельства обратно и продолжат работать. — Именно это касается только тех людей, которые были самозанятыми в первую очередь, которые выполняли услуги либо нянечек, либо репетиторов, вот такой функции. — В 2013 году сократился сбор единого налога на вмененный доход, ну, во всяком случае, в Чебоксарах и в ряде муниципалитетов. И цифра была более чем на 10%. Вот чем это вызвано, что это означает и чем может грозить нашей экономике? — Единый налог на вмененный доход — это в первую очередь физические показатели. То какое количество квадратных метров арендует или использует субъекты предпринимательства, либо количество рабочих рук, которые у них работают в сфере услуг. И этот показатель как раз точно отражает ситуацию в малом бизнесе, который как раз имеет оборот до 60-100 миллионов рублей. То есть небольшие предприятия. И вот они свернули частично свои производственные мощности и уменьшили количество рабочих рук, по всей видимости. Но ряд районных центров в Чебоксарской республике показали, наоборот, рост этого показателя единого налога на вмененный доход. Здесь причины разные. То есть, во-первых, да, сокращаются физические показатели. Во-вторых, изменилось законодательство. И многие предприниматели, которые находились на едином налоге на вмененный доход, поменяли форму на упрощенную систему налогоблажения, потому что законодательство позволило это делать, или перешли на общую систему налогоблажения, которая тоже в связи с изменением законодательства стала возможным для предпринимателей. В городе Чебоксаре сбор единого налога на вмененный доход, допустим, с нестационарной торговли свыше 5 квадратных метров, то есть, это малый бизнес, сократился более чем в 3 раза. То есть, это говорит о том, что все-таки, что не только техническая часть, но и надо обратить внимание на развитие и на особую поддержку тех предпринимателей, которые занимались нестационарной торговлей в муниципалитетах, в первую очередь, в городских муниципалитетах. Владимир Николаевич, ну вот на основании двух вот таких вот симптомов, какой бы вы диагноз поставили местному республиканскому предпринимательству? То есть, пациент с Кореей. Вы знаете, очень разнонаправленные тенденции. Почему? Потому что у нас растет количество предпринимателей, которые перешли миллиардный рубеж. Причем, значительное количество их выросло. И я бы здесь сравнил, наверное, все-таки предпринимательство с определенной алхимией. Все-таки результат работы предпринимателей зависит, безусловно, от поддержки государства или даже не только от поддержки, а о том, чтобы государство не мешало предпринимателям. Но, с другой стороны, от конкретного человека. Потому что мы даже возьмем, допустим, не пример города Чебоксара, а такой всемирный пример. Взять сеть Facebook и та конкурирующая сеть, которая раньше намного, несколько лет раньше вышла на рынок. Это была MySpace-система. Сейчас про MySpace даже никто не слышит, а Facebook им пользуются практически все жители даже Чувашской республики. Поэтому одни вырастают и достигают успехов, другие уходят с рынка. И здесь, возможно, играют роль и государственные какие-то моменты, но больше все-таки зависит от человеческого фактора, от самого предпринимателя. Ну, вот такой показатель вы приводите в своем докладе. Выживаемость бизнеса в России в первые три года. Это 30%. То есть, получается, грубо говоря, каждая... Это статистика. Это Росстат выдает такую цифру. Выживает лишь... 30% в течение... 30%. То есть, два из трех не доживают до трех лет. В Чувашии какова статистика? Мы укладываемся в российскую цифру или у нас своя? Ну, вы знаете, Росстат проводил социологический опрос. Я думаю, что в Чувашии можно тоже сходный опрос провести, но пока такого вопроса не было. И результат, я думаю, будет примерно такой же. По субъективным моим ощущениям, по тем людям, которые начинали заниматься бизнесом, которые продолжили заниматься бизнесом, которые ушли из занятий и вернулись либо на наемную работу, да, либо куда-то пошли на государственную службу. Это много или мало? Это хорошо или плохо? Это статистика. То есть, это данность. Это не хорошо и не плохо. Просто эта цифра говорит о том, что рынок диктует свои правила, что те люди, которые не справились, они уходят с рынка. И рынок что такое? И предпринимательство. Это либо запустить, заполнить пустоту, которая существует, найти эту пустоту, заполнить ее и сделать так, чтобы люди эту продукцию стали покупать. Либо найти ту нишу, которая уже существует и сделает лучше, чем есть на самом деле сейчас. То есть, вот либо один путь, либо второй путь. И конкуренция, безусловно, неэффективных рынку убирает. И первое, и второе. То есть, здесь существует такой естественный отбор в том смысле, в каком это говорил Дарвин. Ну, то есть, в самом прямом смысле. В самом прямом смысле. Кстати, Дарвин, очень интересный момент. То есть, мне вот высказывание недавно попало с Дарвина о том, что выживает не самый умный и не самый сильный, а тот, кто умеет приспосабливаться к конкурентной среде. То есть, вот тот, кто умеет приспосабливаться к нынешним условиям, тот и выживает, по всей видимости, в бизнесе. Согласна. Полностью согласна. И с Дарвина, мы с вами. Год работы позади, Владимир Николаевич. Можно уже делать какие-то выводы, говорить о каких-то тенденциях и строить какие-то прогнозы. Вот что главного вы для себя выяснили? В первую очередь, что необходимо? Необходимо исправить, улучшить, создать, может быть, заново, для того, чтобы малый и средний бизнес чувствовал себя увереннее в нашей республике. Ну, во-первых, для малого бизнеса все-таки в законодательстве предусмотрены достаточно серьезные преференции. Во-первых, единый налог на умененный доход и вообще специальная система налогообложения позволяет таким образом построить бизнес, чтобы контролирующие органы, налоговые органы вас постоянно не трогали. Это большая заслуга государства, что больше 10 лет назад ввели эту систему. Так как НДС, если бы, допустим, была система по НДС, то предпринимателям значительно было бы сложнее ввести и текущую отчетность. И сейчас идет тенденция по большему упрощению ведения бухгалтерской документации. С другой стороны, предприниматели, как мы с вами чуть раньше сказали, от самих предпринимателей зависит, будет бизнес успешным или нет. Мы же на уровне своего органа, органа уполномоченного, выявляем системные проблемы, которые существуют. Самая главная большая системная проблема, которая вскрылась в прошлом году и возникла в связи с изменениями в законодательстве о конкурентной политике, о конкуренции, федеральный закон о защите конкуренции и в связи с активной позицией управления федеральной антимонопольной службы, которые стали достаточно серьезными игроками на поле Чувашской республики и вообще в сфере бизнеса, которые выстраивают отношения и вмешиваются в споры хозяйствующих субъектов. То есть не просто вмешиваются и диктуют свои правила? Нет, они работают четко по закону. То есть законы рынка соблюдают и смотрят за соблюдением законов рынка. В этих условиях предпринимателям стало сложнее продлить договоры аренды, допустим, земельных участков. Что такое прерывание договора аренды или, допустим, непродление? То есть человек работал или жил от того, что у него был какой-то там небольшой объект, это либо павильон, либо ларек, в течение 10-15 лет. У него был какой-то стабильный доход, и тут заканчивается договор аренды. Были случаи, когда муниципалитеты продляли эти договоры аренды, несмотря на существующее законодательство, идя навстречу. Но антимонопольные органы смотрят достаточно зорко за этими вещами, и по новым правилам необходимо эти земельные участки выставлять на аукционы. Аукцион – это дело очень непредсказуемое, понятно, да? И те люди, которые много лет, скажем так, окучивали свою грядку, которые вкладывали душу и силу в свой маленький бизнес. Кто-то, может быть, пек какие-то печеньки, пирожки, кто-то там занимался мелкой торговлей. О нем было много случаев, когда лишались этой возможности продолжить свой бизнес. И в связи с этим мы по итогам года вышли с предложением, и не только мы из Чувашии, ряд уполномоченных из других субъектов, где столкнулись с такими же проблемами, вышли с предложением о том, чтобы позволить предпринимателям продлять в безусловном порядке договора аренд земельных участков, если они являлись добросовестными арендаторами, чтобы они имели безусловное преимущественное право и уверенно смотрели в будущее. То есть уже без аукциона? Без аукциона, но по рыночной цене. Но при условии хорошей своей предпринимательской истории. Да, конечно. И самое главное, чтобы не было никаких задолженностей перед бюджетом, и стоимость арендной платы определялась бы оценочными компаниями, исходя из сложившейся на рынке. Чтобы и муниципалитеты не проигрывали, и государство не проигрывало, и в то же время предприниматели имели возможность работать дальше. Владимир Николаевич, вы просто еще раз озвучили молитву всех предпринимателей, что не надо нам помогать, только не мешаете. Что еще мешает? Про земельные участки мы сказали, про продление или не продление аренды. Что еще вы могли бы отнести к таким системным проблемам малого и среднего бизнеса? Вы знаете, есть такая проблема, что гражданско-правовые отношения переходят в уголовные отношения. То есть, вы тоже подтверждаете этот момент, когда человек, имея предпринимательскую, какой-то бизнес, брал кредиты под этот бизнес, но по объективным или субъективным причинам бизнес не пошел, и кредиты стало невозможно возвращать. То из гражданско-правовых отношений, как правило, это переходит в сферу уголовную, и, как правило, предприниматели получают реальные сроки. У нас есть несколько примеров обращений к нам. Мы сейчас работаем над этими обращениями, пытаемся помочь. И, как правило, бывает обвинение в мошенничестве. То, что деньги были потрачены не на бизнес, допустим, а на личные нужды. Доказать предпринимателю, который сидит на упрощенной системе налогообложения, допустим, или на едином налоге, это бывает очень сложно. Обратное. И в связи с этим суды принимают решение, что человек виновен. Я думаю, что это тоже предпринимательство, спряженное с риском уголовного преследования. Мы выходим тоже сейчас с предложениями о том, чтобы предпринимательство, занимаясь предпринимательством, человек в меньшей степени мог быть подвержен уголовному преследованию за экономические преступления, экономические наказания. Не больше, не меньше. На самом деле, понятие предпринимательства должно входить в обиход, в такой повседневный, уже со школьной скамьи. И мы вообще вышли бы с предложением к Министерству образования Чувашской Республики о том, чтобы курсы по предпринимательству как факультатив были проведены бы уже со школьной скамьи, которые бы как раз показывали, что предпринимательство, с одной стороны, это производство какого-то продукта, какого-то ценности для потребителей, с другой стороны, соблюдение ряда законов. И вот воспитание предпринимательской жилки со школьной скамьей и объяснение, что такое предпринимательство, я думаю, что кардинально поменяло отношение и к предпринимателям вообще в целом в обществе. Во-вторых, подготовило бы молодых людей уже к реальной жизни, к реальному предпринимательству, когда они выходят со школьной скамьи или с университетской скамьи, и уже по канонам определенным понимают, что такое бизнес. То есть вы считаете, что это поможет предпринимательскую жилку как таковой? Ее можно воспитать или привить? Вы знаете, воспитается... Или только в том случае, если она упадет? Я не думаю, что это на школьной скамье возможно. Ну нет, на школьной скамье возможно рассказать, что такое предпринимательство, показать самые лучшие примеры. Может быть, сейчас же огромное количество есть книг, которые рассказывают, как получилось то или иное чудо в экономике. То есть это Walmart, да, европейские компании, там и Toyota, опубликованы книги о чудо Toyota, да, то есть как оно сформировалось, на каких основах создана, да, да, у Toyota эта книга. И IKEA, там, и много других книг, которые рассказывают об истории и успехах бизнеса. Я думаю, чем раньше молодые люди начнут читать эти книги, тем больше будет вероятность того, что они без боязни будут смотреть на бизнес. И будут выходить уже не по надобности и по нужде. Вообще ведь в 90-е годы люди стали заниматься бизнесом и предпринимательством по нужде, потому что других форм прокормить свою семью не было. Это, как правило, был торговый бизнес. Сейчас же несколько другая ситуация. И вот хотелось бы, чтобы не из-за нужды человек стал заниматься предпринимательством, а потому что он может сделать тот продукт, который эксклюзивен и интересен потребителям. Честно говоря, мне бы хотелось еще раз как-нибудь вернуться к этой теме и более подробно, потому что уж очень она такая интересная. О молодежи в предпринимательстве. Да, именно о молодежи в предпринимательстве. Ну, на самом деле... Давайте мы с вами договоримся как-то при первой же возможности. Давайте договорились, да, обязательно. Специально посвятить ей отдельную передачу. Вот смотрите, что касается этого вопроса тоже, о молодежном предпринимательстве. Сейчас ведь интерес молодежи к предпринимательству очень большой и высокий. Несмотря на то, что себя самовыразить можно в других местах, либо на наемной работе, да. Но обратите внимание, что есть такие молодежные ассоциации, бизнес-ассоциации, как «Бизнес-молодость», да. Всероссийская ассоциация «Выпускник». То есть, причем ее начали ребята из Чувашской республики, которые сейчас охватывают больше 70 городов Российской Федерации. И которые открывают перед молодежью, как надо заниматься бизнесом. По полочкам раскладывают азы бизнеса. Как построить успешный бизнес, начиная от создания странички в интернет, заканчивая работой с цифрами, с результатами. А ведь работа с результатами – это, наверное, один из самых трудных моментов. Какие цифры брать, как их анализировать. Как вообще правильно оценить итоги своего труда. И у них аудитория уже достигает сотен тысяч человек в Российской Федерации. И когда проходят здесь, в Чебоксарах, их семинары, то около 500-600 человек приходят на их семинары. Это очень большой показатель. Я думаю, что хотя бы если даже 10% от 500-600 человек, которые одновременно приходят, 50-60% станет заниматься предпринимательством, успешно. То я думаю, что это очень большой будет процент. Ну вот пока давайте вернемся к теме нашей сегодняшней программы. Владимир Николаевич, насколько выстраиваются, насколько удачно выстраиваются отношения между вами, как представителем, некоторым образом представителем власти и предпринимательским сообществом. То есть доверяют ли они вам, насколько охотно делятся своими проблемами или, может быть, пока опасаются? Вы знаете, мы ведем разные виды работы с предпринимателями. То есть общаемся с предпринимателями на разных площадках. Во-первых, в рамках встреч с предпринимателями, когда специально анонсируются встречи, и предприниматели приходят с какими-то реальными своими проблемами. Другая форма работы – это индивидуальные встречи с предпринимателями. У меня на рабочем месте, да, то есть люди приходят, делятся своими проблемами. Какой-то закрытости и недоверия я не чувствую. Люди нам дали большой кредит доверия нашему институту уполномоченных. И как мы сможем их кредитом доверия воспользоваться, это уже будет результатом работы. Но мы стараемся подходить к каждому вопросу индивидуально, выходить на лица, принимающих решения, аргументировать, чтобы то или иное решение было принято в пользу предпринимателя. Даже если по закону возможно решение в ту сторону или в ту сторону, да, но мы настаиваем на том, чтобы решение было в сторону предпринимателя. Ну вот институт уполномоченных по правам предпринимательства – это, с одной стороны, своеобразный буфер между бизнесменами и органами власти, с другой стороны, это такое некое переговорное устройство. Да. Вот как выстраиваются отношения с органами власти, государственной власти у вас, как у представителей теперь, волеизъявителя всего нашего предпринимательского сообщества? Надо сказать, что министерство наше, территориальные органы, федеральные органы исполнительной власти, которые находятся в Чувашской республике, открыто подходят к решению вопросов. Я не могу сказать, что вопросы быстро решаются, но, тем не менее, когда я обращаюсь по заявлениям тем или иным предпринимателей, дать пояснение, предложить способ решения вопроса, практически и муниципальные органы, и министерства очень с душой подходят. Я даже вот это бы слово подобрал. То есть я их очень за это сильно благодарю. То есть и налоговая инспекция дает четкие пояснения причинно-следственных связей и тех или иных проблем, которые возникают у предпринимателей. И прокуратура дает такие же вот развернутые ответы. И министерство, и настрой такой, чтобы все-таки предпринимательские вопросы решать. И в этом плане в разных республиках и в разных субъектах федерации по-разному. И в этом плане мне, как уполномоченному, проще работать здесь, по той причине, что все органы власти, они открыты для решения вопросов. Но еще раз повторю, результативность не всегда зависит от такого открытого отношения. Открытое отношение – это одно, но за результативность мы как раз будем дальше работать. Владимир Николаевич, вот за последний год что удалось сделать, может быть, какое конкретное доброе дело в вашей омбудсменской копилке? Кому удалось реально помочь в решении его проблемы? Вы знаете, есть несколько таких ярких примеров, когда к нам обращались предприниматели, и мы им помогали. Это и в сфере земельных отношений. Был такой пример, когда одна женщина обратилась, и город Чебоксары не продлял договор аренды земельного участка. И потом после нашего обращения и аргументации этот договор продлили. Это было очень так интересно. Потом вот был пример, когда одно предприятие хотело выстроить производственный корпус на собственном своем земельном участке, но когда они подготовили строительную документацию, оказалось, что красная линия, за которой нельзя строить, проходит прямо по их территории. То есть и на основании этого… Как-то это неожиданно выяснилось? Раньше не было? Они никогда в жизни не обращались в госорганы, потому что им это было не нужно. А когда они подготовили строительную документацию, на городостроительном плане оказалось, что красная линия проходит по их территории. То есть там строить нельзя. И мы вышли с обращением на имя главы администрации города Чебоксары. И достаточно быстро и оперативно этот вопрос был разрешен. Каким образом? Ну, просто перенесли эту красную линию. То есть они законодательно подготовили таким образом, что смогли достаточно оперативно эту красную линию перенести. У меня прямо начинает создаваться ощущение, что если нельзя, но очень хочется с помощью уполномоченного по правам предпринимательства можно. Не всегда так получается, к сожалению. Но в этом случае получилось. Почему? Потому что была такая аргументация, что, во-первых, земля из 60-х годов принадлежала этому предприятию. Потом она стала приватизированным. Но, тем не менее, это первое. Второе, это на этом месте в проекте было строительство такого корпуса, который бы дополнительно создал 150 рабочих мест. Это достаточно серьезный объем. Это аргумент? Да, это при нынешних производственных возможностях, производительности труда в электротехнической отрасли. То есть это достаточно большое количество рабочих рук. И это, безусловно, стало аргументом. И администрация приложила все усилия для того, чтобы решить этот вопрос. Один пример по, допустим, уголовному преследованию предпринимателя, которое удалось положительно решить в конце прошлого года. Предприниматель обратился с тем, что на него возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Когда мы стали выяснять все причины и смотреть факты, оказалось, что не все так просто. Мы довели нашу позицию на общественном совете при прокуратуре. И, соответственно, прокуратура воздействовала на стадии следствия, на этот вопрос. И уголовное дело было прекращено. Человек остался на свободе. И до суда даже дело не дошло. Из приличной биографии. Да, да, да. Что тоже немаловажно. Вот несколько таких интересных примеров. И в ближайших планах у вас? На самом деле, в прошлом году была основная задача создать государственный орган. И чтобы этот госорган заработал. В этом году мы должны сделать таким образом, чтобы институт уполномоченного был представлен во всех районах Чувашской республики. У нас будет создан институт, так скажем, общественных помощников, общественных помощников уполномоченного. Это активные предприниматели в районных центрах, которые будут проблемные вопросы собирать и оперативно меня информировать. Я буду выезжать оперативно на местах. И будем более тесно еще работать с предпринимателями, в первую очередь, в районных центрах. Потому что в Чебоксарах мы выстроили эту работу, а с районными центрами пока руки так серьезно не дошли. И вот один из основных планов – это выстроить эту систему общественных помощников на территории республики. Это первый вопрос. Второй вопрос – создать общественную приемную, которая в полную силу заработает. Общественная приемная, уполномоченного предпрезидента Российской Федерации, что она будет делать? Она будет давать консультации предпринимателям, которые не могут это сделать, допустим, за плату в каких-то юридических официальных организациях. Это как раз повышение правовой грамотности предпринимателей. И есть такая форма работы с предпринимательским сообществом, как общественная приемная. Мы с 1 апреля, она должна заработать в полную силу. И третье направление работы – это разбор дел как раз уголовного характера с предпринимателями. В республике будет создан Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» называется, который на основании работы самых известных адвокатов, юристов, правозащитников будут рассматривать такие спорные дела на предпринимателей в уголовной сфере и будут давать свою общественную экспертизу, оценку этих дел. И в дальнейшем передавать в прокуратуру. То есть, одной из наших таких сильных черт, одной из сильных черт Института Уполномоченного является как раз возможность публично озвучить те или иные проблемные вопросы. А когда вопросы озвучиваются публично, как правило, они находят совершенно другое решение, нежели если бы оно было там где-то как-то тихо, спокойно решено в других сферах. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли и согласились ответить на наши вопросы. Удачи вам. А я напомню, что сегодня нашим совеседникам был Уполномоченный по правам предпринимательства Чувашской Республики Владимир Иванов. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!